Как всегда, собралась снимать влог, и ни одна батарейка не заряжена. Всем привет, ребят, доброе утро. Кому добрый день, кому добрый вечер. У нас утро. Пирожок такой, вчера я испекла яблочный. Яблоки положила только сверху. Потому что некоторые мои детки яблоки не едят. Все не едят, кроме Маргариты. Там за змейка висит на шее. Сивая такая. Вчера они ездили, гуляли, зашли в магазин и купили змеек. В Каролине тоже такая. Приятного аппетита. Яблочки тебе убрать. Вот так вот я просто сверху убираю. Вот так вот яблочко сверху уберу. И остальное он будет кушать. Сам бисквит. Яблоки съем я. Пустила пылесос. Столько шерсти от кота и собаки. Вроде вычесываю каждый день, но шерсть прям раскидывают по всей квартире. Ковер недавно убрала. Пришлось убрать, потому что Боня не описала. Нас дома не было и ее никто не выгулил. Погода. Непонятно, что у нас с погодой. Так похолодало. У нас где-то, я сейчас скажу, плюс 17, плюс 18. Ну, максимум плюс 20 температуры. Дождик. Видите, даже у нас травка позеленела. Была желтая. Сейчас зелененькая стала. Не так много солнышка. Бассейн у нас, я не знаю, убирать, не убирать. Не знаю, что с нашим летом. Август месяц. Куда лето делать? Бассейн наполовину пустой. Мы уже, наверное, как две недели не купаемся. И не знаю, убирать, не убирать. Либо еще оставить. Может быть, еще будет жарко. Погода сегодня дождик. И, кстати, сегодня 1 августа. День рождения Швейцарии. Мы сегодня планировали пойти куда-нибудь погулять. И вчера был салют. Хотя мы думали, что он будет сегодня. Но он был вчера, 31-го. Поэтому мы немножко прозевали. Смотрели здесь с окошка. Хотели поехать в город посмотреть. Видите, у меня даже белье со вчерашнего дня сохнет. И еще не высохло. Куда ты лезешь? Нужно занести белье. Приходит к нам котик. Оказывается, это не кошечка, а кот. Но мне кажется, что он приходит просить еду. Потому что он такой худенький. И, скорее всего, дома у него нет. Я его подкармливаю. Он сюда всегда приходит. Ложится под эту качелю. Я ему насыпаю корм. Поест и уйдет. Привет. Привет. Занесешь? Да, что надо. Это не стоит. Так можешь сложить, чтобы не мешало. Эй, оба. Папа, я не знаю, как она дали. Спасибо большое. Все, вот оно там на улице не высохнет. Я буду тогда сидеть вязать дальше. Мне нужно куклу довязать. Куклу, куклу надо довязать. Я все никак с волосами не закончу. Нужно сделать их пышными, чтобы потом прическа красивая получилась. Вот такая куколка. Ручки у нее гнутся. Голова тоже у нее может наклоняться вперед, в сторону. Вот. Ножки не гнутся. Ножки обыкновенные, простые. И здесь я уже вяжу ей комбинезончик. Сначала хотела связать платье, но потом передумала. Будет комбинезон с капюшоном. Вот. Опять стащил твою кисточку. Он заходит к Маргарите в комнату. Там у нее стоит стаканчик с кисточками. Берет оттуда кисточку, приносит и играет с ней. Как собака с палочкой. Вот так вот бегает за палочкой. Скучно? Неинтересно играть? Я же теперь каждый день хожу в спортзал. Начала со вчерашнего дня. Генетика у меня такая. Я худенькая, но мне нужно поддерживать мышцы в тонусе. У меня нет лишнего веса. Я не хочу похудеть. Но, может быть, я бы скинула. Наверное, я вешу сейчас где-то 61-60. Я бы, наверное, может быть, до 55 бы я скинула. Просто подкачала бы мышцы. Также я налаживаю питание свое. Стараюсь питаться правильно. Даже мне составили специальную диету. Сделали такой вот списочек. Целое меню для меня. Ну, тут на немецком написано. Также меня спрашивали. Я не хотела отвечать до этого. Раньше, чем я пройду этот курс. Раньше, чем я пропью эти таблетки. Вот эта вот баночка. Эти таблеточки я пила в течение месяца. У меня уже заканчивается. Буквально на один-два дня, по-моему. Это не видно. Буквально на два денечка, по-моему, у меня осталось. Потому что у меня спрашивали, что за таблетки. Какие изменения у меня произошли в течение одного месяца, что я их пила. Отзывы были хорошие. Но я пока сама на себе не проверю. Пока сама не пойму. Работает, не работает. Я, конечно, рассказывать об этом не буду. Состав здесь хлорелла. И горчичник японский. Если кто-то не знает, можете почитать, что это такое. Это очень классная штука. Где-то, наверное, через неделю, примерно через неделю, я заметила, что у меня наладился сон. Я вообще сплю очень беспокойно. Я за ночь могу проснуться раза два-три. Тем, как я начала пить эти таблетки, я заметила, что я ночью не просыпаюсь. Вот как я засыпаю, закрываю глазки. И все, я открываю их утром. С будильником или без будильника. Следующее, что я заметила, у меня больше не высыпает на лице. Обычно раз один или два раза в месяц бывало появлялись прыщики, да, где-то такие. А в течение этого месяца у меня ни одного прыщика не было. Просто ни одного. Обычно выстакивает тоже на спине. Есть у меня такие проблемы. Тоже спина чистая, лицо чистое. Ни одного прыщика нет. Лео тоже пропил месяц. Он заметил, что... Я тоже заметила, что на подушке утром, когда он встает, нет волос. У него очень сильно сыпались волосы. Сейчас ни одной волосинки. Сейчас только если я нахожу волосы, так это только волосы Бонни. Еще одна проблема у меня была. Я всегда ела ночью. Где-то после девяти, после десяти, так как я ложусь спать поздно. Мне обязательно нужно перед сном что-то поесть. Сейчас я ночью не ем вообще. Организм просто насыщается теми витаминами, которые ему нужны. И просто организм ничего больше не просит. Здесь 180 таблеток. В общем, в день по 6 таблеточек. 3 таблетки утром и 3 таблетки вечером во время еды. Также можно давать деткам. Я хочу попробовать давать Каролине. Нужно ей немножко очистить организм. У нее, знаете, такие прыщики стали появляться. У нее тоже такое было. И там не то, что прыщики маленькие, да, такие вот просто на лице выскочили. У нее не выскакивают на теле. Такие прыщи огромные, которые нарывают. У меня такое было, когда я была маленькая тоже. Хочу, чтобы она тоже провела один курс. Прочистила немножко себе организм, желудок. Они как раз таки выводят токсины, тяжелые металлы и шлаки. Очень много плюсов у этих таблеток. Также они укрепляют иммунитет. Увеличивают энергию. Кстати, тоже есть такое, что ты чувствуешь себя таким бодреньким. Знаете, такой прилив энергии. Есть такое, тоже заметила. Если хотите изучить поподробнее, потому что там очень-очень много информации. Я всю прям сразу так рассказать не могу. Я оставлю вам ссылочку в описании. Вы можете перейти, почитать, ознакомиться. И также можете посмотреть отзывы от других людей. Сам сайт на эти таблетки. Называются они сайдо. Японские таблетки. И посмотрите, почитайте. Лично от себя, лично от себя. Я советую. Мне они очень помогли. Я уже заказала еще баночки. Также заказала баночку мама Лео и его тетя. Сейчас вот Карлине нужно тоже взять, чтобы она попила хотя бы один курс. Пропила и посмотрела, какие у нее изменения. У кого-то может быть немножко подольше. У всех по-разному. Кому-то одного курса хватит. Кому-то может быть два, три. В общем, нужно смотреть. Это нужно смотреть по себе. Ссылочки я оставлю в описании. Обязательно почитайте. Я просто советую. Почитайте, ознакомьтесь. Я недавно купила себе сушку. Ходили за продуктами и вот такую штуку увидела. Ну, самая такая простенькая. Она еще недорогая была. В общем, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей. И вот так вот будем сушить фрукты. Фрукты надо купить. И еще взяли мороженое. Машинку для мороженого, чтобы самим делать мороженое. Но там, значит, в инструкции написано, что нужен зип-пакет, чтобы перед тем, как делать мороженое, вот этот вот контейнер, контейнер, его нужно на 24 часа в морозилку, в зип-пакет, чтобы он не покрылся льдом. И потом уже можно делать мороженое. А пакетика у нас такого большого нет, поэтому ждем. Когда купим, тогда и сделаем такая вот машинка для мороженого. Кстати, скоро школа уже, через две недели уже в школу, 16 августа. Потихонечку надо собираться, проверять, что у нас есть, что нам нужно докупить. Я им заказала пеналы, новые только я заказала через Китай. Они мне очень понравились, такие большие, вместительные. В общем, приедет, может, где-то через недельку или через 10 дней. И останется здесь купить только карандаши, ручки. Что там у них еще? Ну все, рюкзаки те же самые у них будут. Что еще нужно? Стирачки, точилки, карандаши простые, цветные. Бассейн, ты думаешь, а вдруг будет еще жарко? Тогда надо ставить. Ну пока пусть постоит бассейн, не знаю, хотя бы до середины лета пусть постоит. Или до конца лета пусть стоит, не знаю. Не мешает. Может быть, еще будет жарко. Я надеюсь, что у нас еще будет жарко, потому что как-то, не знаю, не очень хочется уже с летом прощаться. Не хочу дожди, не хочу вот этого всего. Не хочу осенью. Прям незаметно промчалось лето, да? Каникулы быстро, да, проходят? Скоро школа. Макс идет во второй класс. Теперь они будут учиться не в одном классе с Каролиной. Их соединили. Каролина идет в третий. Она будет учиться в третьем, с четвертым классом вместе. А Макс будет учиться, перешел во второй, будет учиться с первым классом вместе. Но потом, когда Макс перейдет в третий, Каролина в четвертый, они опять попадут в один и тот же класс. В общем, тут такая система. Вот. Маргоша перешла в девятый класс. Она заканчивать будет уже вот последний год. И Ксюша в восьмой класс. Так что у нас в 2024 году будет одна выпускница. Валют вот фейерверки. И почему они тогда это делают? Спроси, если будет сегодня. В разных городах, мне кажется, во разные дни делает. Вчера здесь у нас рядышком было. И сегодня, может быть, в другом городе. У меня тут готовится ужин. Сегодня пюрешка. Еще хочу сделать... Грибочки пожарить. Хочу со сливками. В сливочном салате. Видела в интернете недавно, как нужно мыть грибы. Видите, они вот такие вот тут. С землей немножко. И было написано, что в воде с мукой. Она как бы так вот помогает. Сейчас посмотрим. Лайфхак работает или нет. Ну, не знаю. В принципе, чистые. Отмылись хорошо. Одной рукой. Притом еще. Вроде чистые. Чистые грибочки. Так что, в принципе, можно пользоваться этим способом. Нам уже пора. Время 4 часа. А Лео играет. Ладно. Поехали мы. На часик съездим. Тут хорошо недалеко от дома. Минут 10 на машине. И он намного лучше, чем тот, в который мы ходили в прошлом году. Намного больше. И что самое интересное, он дешевле. Почти в два раза дешевле. Поэтому. Немножко чуть дальше. Тут прошлый спортзал находился в 5 минутах. Тут минут 10-15 на машине. Мы где-то через час-полтора приедем. Нет, через полтора часа. Потому что на дорогу плюс еще время. Почему-то у меня уши чешутся. Не пойму. Прям два уха чешутся очень сильно. Почему бы это? Они... Прям... Кто-то меня вспоминает или что? Прям два уха чешутся очень сильно. Я что могу за мной делать? Зуд. Маргуша сегодня идет с нами в спортзал. Да. Первый день. Еще пешком подниматься. На самый последний этаж. Сейчас папка натренирует тебя. Завтра не встанешь. Можешь вперед наклонить спину, но выпрямить поясницу. Как тебе удобнее. Я не пыталась. Ты вахнулся немного. Все, закончили. Нормально? Не убилось? Мышцы болят. Ладно, все. Теперь будешь качать их. Кто кого? Осторожно, провод тут. Она потом красным, да, загорится вот эта на груди? Да. Если кто-то проиграет. Маргарита мой, тихо. В наушниках там музыка играет. Я так не знаю, кого снимать. А, Макс. Ты бы что? Все, Ксюша красная. Мам, мне кажется, Макс, я ее прошел, у нее была желтая, он ее выключили, опять включил. А, Макс, так он нельзя. Он ее выключил. Не могли. Нет. Так нужно еще заряжать пистолети и культик. Да. В спанч-боба стреляй. Бонни ждет, пока ее выгулят. Гулять? Гулять? Да. Сама бери и гуляй. Так быстро волосы отрастают. Ну-ка покажи, поверни. И вот тут вот стригли ему эту молнию, как это называют, такую вот штучку. И она уже вон зарастает. Месяц не прошло еще. Потом ничего не будет делать. Ну. Вот и салют. В честь дня Швейцарии. Это там возле школы стреляют. Вот, конечно. Красота. Ой, что-то я засиделась. На время не смотрю. Сижу, вяжу. Время 2 часа ночи. Вот. Перевязала рукав. Сильно почему-то сильно длинный получился. Надо вот такой вот. Сейчас буду убавлять этот. Я уже убавила. Сейчас этот убавлю. И штанишки уже сшила между собой. И все. Так что до завтра. Мне кажется, завтра я уже доделаю. И куколка будет готова. Останется пришить пуговки, приклеить сюда наклеечку, термонаклейку. И все. Так вот. Как ее назвать теперь? Не знаю. Придумайте имя для нее какое. На сегодня буду заканчивать. Монтировать завтра влог. Рано утром. И увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.